Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем цикл программы о нашем любимом городе Одинцова. И сегодня мы отправимся в одно из самых удивительных мест – Одинцовский историко-кроеведческий музей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом промышленника и мецената Василия Якунчикова. Так памятник архитектуры стал еще и хранителем истории Одинцовского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Антон. Большое спасибо за приглашение. Здравствуйте, Мария. Добро пожаловать в Одинцовский музей. Экскурсию по экспозициям нам проведет ученый-секретарь Антон Кузнецов. За последние несколько лет музей изменился. Был обновлен фасад, добавились экспонаты, появился зал современной техники. Но обо всем по порядку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые зрители Одинцовского телевидения. Мы рады приветствовать вас в стенах Одинцовского краеведческого музея. Это одно из немногих зданий исторических, которые сохранилось в Одинцово. Бывшая контора фабриканта-заводчика Якунчикова. Зданию больше 200 лет. С силами администрации городского поселения совсем недавно здесь произошла реконструкция здания, капитальный ремонт. И сейчас музей, который когда-то был общественным, стал муниципальным и активно развивается. То, что успели сделать за этот срок, мы с вами посмотрим. Сейчас мы находимся возле мемориального уголка краеведа, основателя Одинцовского краеведческого музея, Пузатикова Александра Андреевича. Мы начинаем всегда рассказ посетителям музея о человеке, который стоял у истоков нашего Одинцовского краеведения. Александра Андреевича Пузатикова называют старейшиной Одинцовских краеведов. Офицер запаса имел три высших образования, прошел всю войну, был контужен и почти 25 лет не снимал военную форму. После войны Александр Андреевич окончил педагогический институт и приступил к работе в 11-й школе, где преподавал рисование и черчение. Однако любимым делом было изучение истории Одинцовского района. Пузатиков составил первую краеведческую карту района. Ее можно увидеть в экспозиции музея. Члены клуба «Поиск», основанного Пузатиковым, работали в московских архивах, участвовали в экспедициях и походах, а результаты своей работы публиковали на страницах новых рубежей. Кроме того, сохранились рукописные книги краеведа. Они также хранятся в музее. Александр Андреевич сам создавал вот эти краеведческие книги, да, получается? Да, их много. Их очень много, да. Причем что-то там в нескольких экземплярах, прям вот, ну, ограниченное количество, несколько, да. Вот, видно, как-то это распространялось тоже между коллегами. А вот часть вот в единичном экземпляре есть. Это музей, это здание, это еще... Который завод «Икунчик», это 1880 год. Интересно, но факт. Первый краеведческий музей был открыт в 11-й гимназии, тогда еще школе, где преподавал Александр Пузатиков. Со временем материала накопилось так много, что потребовалось новое помещение. Так у краеведов появился первый этаж нынешнего здания, которое со временем полностью было передано музею. Более 500 экспонатов в дар музею передал сам Пузатиков. Своими работами поделился скульптор Алексей Хижняк, автор Одинцовского мемориала «Вечный огонь», а также известный художник госзнака Иван Дубасов. Иван Иванович Дубасов – наш знаменитый земляк. Неспроста ему посвящен целый уголок в зале индустриализации, в зале довоенной истории. Он жил в Одинцово, буквально на соседней улице, и про него обычно говорят, что это первый советский миллионер. Дело в том, что Иван Иванович получил премию правительственного заряда своих работ, и она была миллион рублей по тем временам. Известен массой работ. Это один из авторов герба государственного. Это автор советских денежных знаков, вот как художник, да, он эти эскизы рисовал. Он сотрудничал с большим количеством журналов тематических, где вот его изобразительные работы, которые здесь вот есть, представлены. Ну, в такой стилистике, да, то есть некая сатира. На мой взгляд, очень интересные и качественные работы передают вот этот дух времени, вот эти 20-е, 30-е, 40-е годы. Вот эти политические какие-то процессы веяния, которые проходили. То, что представлено здесь на стенах и в витринах, это лишь малая-малая толика. В архивах музея большое количество, это все подлинные работы, то есть это вот тушью и акварелью выполнены. Большое количество его подлинных работ. Периодически они выставляются на художественных выставках, но вот коллектив музея пришел к решению, что, ну, пора уже делать персональную выставку Дубасова, потому что, ну, люди должны видеть, потому что коллекция совершенно шикарная. Выпускник императорского Строгановского училища Иван Дубасов любил рисовать с детства. Карандаш его слушался, был податлив в руках, а мальчик очень талантлив. Тогда, по заданию Синода, будущим художникам нужно было написать иллюстрации к Евангелию. Как вы думаете, кто занял первое место? Одинцовец Иван Дубасов. Окончил Строгановку со званием ученый-рисовальщик, а затем была Первая мировая война. Художник от Бога, так Дубасова называли еще в училище, рисовал для журналов «Пионер», «Лапоть», «Крестьянка». Его карандаш не дрожал в руках, выписывая шаржи на Сталина и Троцкого. А потом был конкурс на лучшую марку к пятилетию РСФСР. Иван Иванович создал мускулистого атлета в набедренной повязке с молотком и зубилом в руках. И снова первое место и приглашение работать на госзнак. К личности нашего талантливого земляка мы еще вернемся в одну из следующих передач. А пока двигаемся дальше по залам Одинцовского историко-краеведческого музея. Мы находимся в зале природы родного края. С этого зала обычно начинается экскурсия по музею. Здесь рассказывается о геологии, палеонтологии, природных богатствах в нашем крае. Размещена масса разноплановых естественно-научных коллекций, в том числе уникальных. Вот на этой витрине, как выражается наш экскурсовод Галина Михайловна, гости из космоса. Значит, тоже частная коллекция вещества внеземного происхождения. Метеориты каменные, железные, там изделия из них, тектиты, импакты и так далее. Коллекция минералогическая. Здесь, соответственно, экзотика. Ниже, в более серых тонах пастельных, это, соответственно, минералы и полезные ископаемые Одинцовского края. Палеонтологические находки. На почетном месте у нас размещена нога мамонта. То есть, эта находка была сделана в начале 2000-х годов археологом Лазукиным в поселке Горки-10. Берег Москва-реки размывается, и вот была сделана такая находка. Она находится здесь, в музее. Фрагмент бивня мамонта молодого. Эта находка сделана в Подушкинском лесопарке Пузатиковым непосредственно. И зуб тоже молодого мамонта в одном из оврагов Подушкинского лесопарка, где сейчас находится стартовая площадка лыжеральной трассы. Палеонтологическая коллекция разнообразных фасилий, то есть ископаемых организмов, окаменевших отпечатки или замещенные другим веществом. Это связано с историей региона и России, а вот на этой витрине именно с Одинцовским районом. Здесь юрская система представлена, каменноугольный карбон широко представлен, белый камень, известняк добывался в Одинцовском районе. И находки моренного происхождения, то есть то, что вымывается оврагами из смеси грунта и камня, которые сюда принесли ледники много тысяч лет назад. Уголок, который вызывает неизменный восторг у маленьких посетителей музея, это Пушок и Альмочка. Значит, соответственно, пара волков, самка-самец, ну, соответственно, Пушок и Альмочка. То есть этот уголок вообще расскажет нам о природе нашего леса подмосковного. Здесь его характерные представители изображены в виде макетов и какие-то следы их жизнедеятельности. Там, погрыз бобра, там, белка объела шишку и так далее. То есть они пронумерованы, и можно детям объяснять. То есть, допустим, вот этот экспонат, где вот палка вертикальная, да, со шкурой такой вот содранной, да, это вот здесь тоже подушкинский лесопарк три года назад, а это объел лось. То есть лося мы здесь никогда не видели вживую, но то, что он здесь бывал, однозначно нам говорят вот эти следы. Можно заглянуть в дупло дятла, да, посмотреть, как оно устроено. Уникальный экспонат, редкий, далеко не в каждом, естественно, научном музее присутствует. Это тоже дупло дятла, которое занял поползень. Поползень птичка маленькая, она лишняя, значит, глиной заделывает литок. И лишний объем дупла заполняет чешуйками сосны, и там живет. Разные птичьи гнезда, беличьи коконы, мышиные коконы. Это тоже следы, которые мы находим в природе, и которые нам говорят о том, какие здесь живут живые существа, чем они полезны, чем интересны. То есть у каждой птички, у каждого вида совершенно свое отдельное гнездышко из отдельных каких-то материалов, которые даже иногда не повторяются. Все это собиралось, опять-таки, краеведами, юными натуралистами на базе станции юных туристов, которая в Одинцово была сейчас, филиал Одинцовского центра юридического воспитания. И в былые годы я там работал, там с сотрудниками собирались, в том числе, вот эти коллекции. Они там представлялись на выставках. И сейчас это поистине уникальная коллекция, она представлена в Одинцовском краеведческом музее. Совсем недавно в Одинцовском музее появилась экспозиция съемочной техники. Это фото и видеоаппараты, печатные машинки и фильмопроектор. Ностальгия по тем годам, когда гаджетов не было и в помине. В нашем музее постоянно действует политехническая экспозиция. Достаточно обширная коллекция разных радиоприемников, фотоаппаратов, фотоувеличителей, кинопроекторов, часов, телевизоров, телефонов, счетной техники разновременной, начиная там опять-таки от 19 века, заканчивая современностью. Эта экспозиция вызывает тоже всегда интерес у посетителей, потому что более старшее поколение, которое приводит кого-то помладше, начинает показывать, рассказывать, а вот у нас такое было, а вот мы таким пользовались, а у вас сейчас у каждого такой компьютер в кармане, а тогда мы вот на таких огромных машинах, например, считали. Очень интересная коллекция, она качественно, пронатерна, подписана, то есть что это за объект, откуда он происходит. Неравнодушные люди, у нас коллектив есть, единомышленник, кто долгие годы это собирал, в том числе и я. И сейчас вот это выплеснулось уже в такую нормальную музейную экспозицию, потому что не должно это лежать под спудом, это должны вот видеть люди в музейных стенах. Все-таки это специализированная экспозиция, то есть она больше подходит... Да, поэтому она особняком стоит от основного исторического процесса по залам, она стоит несколько особняком, потому что она тематическая. Но это имеет место быть именно в Краеведческом музее, потому что вот это отражение нашей вот этой технической истории, вот оно вот в этом небольшом зальчике вот так представлено. Военная история родного края, ее, Одинцовские Краеведы, члены клуба «Поиск» изучали особенно тщательно. В зале хранятся подлинные фронтовые письма, предметы вооружения, экипировки Красной Армии. На стене картина кисти Краеведа Пузатикова, посвященная битве за Москву. Военный зал, зал истории Московской битвы 1941 года. Мы знаем, что эпохальные события, они под Москвой проходили в том числе на территории Нинцовского района современного. Московская битва, там, Звенегородское направление, под Кубинкой, вот этот последний рывок немцев, остановили его тоже здесь и погнали именно с этих рубежей. Каждый год мы отмечаем это событие, начало контрнаступления, и предметы в этих витринах, они нам рассказывают о этих событиях, этих маневрах, этих людях. Это шторвал и восстановленная приборная доска одного из самолетов, которые во время боевых действий потерпели крушение в небе Одинцовском. И тоже найдены поисковиками, поисковый латарит вымпел несколько лет назад передал с места обнаружения вот этих экспонатов. В зале советского быта создан интерьер, такой типичной квартиры советской, послевоенной. Здесь разные образцы мебели, бытовых предметов, книги представлены. В витринах тоже большие коллекции, но основные эмоции, конечно, у посетителей вызывают вот этот небольшой уголок. То есть я стою со стула, выхожу, провожу экскурсию, окажется, что здесь вот только что был человек, это там бабушка в передничке, какой-то школьник Вася листал вот эти учебники, крутил вот этот глобус. Гера, книга, как развить силу, то есть многие предметы, они синхронны нам, то есть мы в своей жизни с ними еще общались, как-то застали их. Какие-то вещи были у наших бабушек, у наших родителей. Россия помнит своих солдат. Эта экспозиция посвящена одинцовцам, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Таджикистане. Здесь часто проходят встречи, памятные вечера. Фотографии, письма, воспоминания о солдатах, жителях нашего города и района, не вернувшихся с поля боя. Зал памяти воинов-интернационалистов. Он логически завершает всю экспозицию музея. Здесь ведется рассказ о тех людях, наших земляках, которые во многих горячих точках уже нашего времени выполняли свой воинский долг и выполнили его с честью. Очень многие предметы в этих витринах, личные вещи, какие-то макеты вооружения, снаряжения, связанные с Афганистаном, Таджикистаном, Чечнёй, Египтом и многими другими горячими точками. Это из семейных архивов. Это привезено оттуда в качестве сувениров или в качестве какой-то памятной вещи. Книги, документы, фотографии, лица, лица, имена. У каждого своя судьба. И сюда проходят экскурсии и вспоминают своих земляков. Одинцовский историко-краеведческий музей открыт для посещения каждый день с перерывом на субботу и понедельник. А наша программа открыта для новых знакомств. С вами, уважаемые зрители. В следующей передаче мы побываем в гостях у Любови Ломоносовой, уроженки села Одинцова. Папа Любови Александровна, часовых дел мастер, служил на железной дороге. А дядя был одним из первых фотографов газеты «Новые рубежи». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!